Слава Богу! 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 Кто-то, может, не был вчера, допустим, кто-то вчера не подключался и не пересмотрел, допустим, вчерашнюю запись. Поэтому я повторю эту важную мысль, на мой взгляд, такую архиважную мысль, что культ Богородицы никакого отношения к Марии, к Матери Иисуса Христа не имеет вообще. Роза, сестра подключилась, привет передает из Казахстана, слава Богу, сестра дорогая, слава Богу! Вот, Казахстан, вспоминаю добрым словом часто, в молитве, в прежние годы бывал там неоднократно, в Караганде у Сергея Серова, в Караганда, Астана, там в разных поселках, городах, вот, бывал в Степном Казахстане, потом в Алма-Ате, ну, больше всего в Алма-Ате, конечно, потому что там я преподавал, значит, и тоже, кстати, я проводил там семинар, и тоже поднимал вопрос как раз культа Богородицы. В Казахстане, в Алма-Ате. И, конечно, да, это было такой шокирующий, честно говоря, для многих, я так понимаю. Вот мы, кстати, с Максима Максимова, мы заходили там в Алма-Ате в собор православный, значит, красивый собор, значит, там все, значит, не было богослужения, это было просто, вот, между богослужениями время, вот, но его Максимова сразу знали, там, протодиакон там, вышел там, о, сам отец Максим, не, сам Максим Максимов нам пожаловал, как-то так, он как-то так вот, нараспев так красиво так вот сказал, даже Максимов немного так опешил, думаю, вау. И вы смотрите меня, знаете меня, ну, конечно же, смотрим, значит, смотрим, смотрим вас, как-то так, он как-то так вот сказал этот протодиакон. Да, интересно, я из Караганды, вот, так что всем святым в Караганде радоваться, аллилуйя, слава Богу, да. Вот, и, так что, сестра Роза, при случае, при возможности пастору Сергею Серову тоже привет передавать от меня, часто вспоминаю его добрым словом, очень интересный служитель. Я до сих пор, вот, вспоминаю его свидетельство, кстати, Сергея Серово, его отца и его деда свидетельство. Он из семьи верующих, и его дедушка, его отец, но большей частью, больше даже дедушка подвергались репрессиям за веру во Христа Иисуса. И, в общем-то, его дедушка вообще героический человек, я считаю, потому что он один из первых, кто вот в Казахстане стал благовестником именно вот такого песятнического братства. Вот, даже, или одним из первых, или даже, возможно, даже самым первым вообще благовестником. Так что, вот так вот, среди казахов проповедовал, вот, которые приютили его и спасли его, вот, жизнь. Очень сильное свидетельство, конечно. Я жалею, что камеры не было у меня с собой под рукой. Вот, да вообще, в то время я камеру не возил с собой, значит, и не было у меня камеры даже. Это я потом уже приобрел. Это Максим Максимов, слава Богу, мне так надоумил брать камеру, записывать все. А раньше я вообще об этом не думал, к сожалению, недочет такой моего служения. Но свидетельство Сергея Серова я запомнил, да, очень сильно. Я в семинарах об этом рассказывал неоднократно уже. Я приводил пример его дедушку, его отца, но в основном его дедушку, да. Слава Богу, друзья, да, братья и сестры. И, кстати, в Караганде у Сергея Серова тоже я семинар проводил, но записи так не нашел я. Видимо, снимали, но где-то, не знаю, затерялись, видимо, записи. Вот. Но теперь я сам снимаю, беру с собой камеру, везде снимаю все служения, поэтому сегодня я уже все выставляю здесь на канале Ютуба. И даже вот онлайн выхожу. Раньше вообще даже, вот для меня это была тема такая закрытая для понимания моего дума. Зачем, для чего, почему? А теперь понимаю, что это очень важно, потому что многие люди могут услышать вживую. Можно отвечать на вопросы людей и собирать всех, допустим, в аудиторию сложновато, допустим, да, людей. Вот. Для многих очень далеко, допустим, ехать, да и мало возможностей. А вот благодаря интернету, вот, общение стало более тесным, христианское, слава Богу. С разных стран, с разных континентов даже вот люди подсоединяются, обмениваются опытом, молятся друг за друга, слава Богу. Марина, сестра, подключилась. Добрый вечер, благословенные братья и сестры. Роза пишет, постараюсь. Спасибо, сестра. Да, друзья, и по поводу культа Богородицы. Я вчера говорил, что этот культ на самом деле ничего общего с Библейской Марией, Матерью нашего Господа Иисуса Христа, не имеет вообще. То есть, это великое недоразумение считать, что культ Богородицы, что якобы это имеется в виду Марии, Матерь Иисуса Христа. Я тоже так раньше считал. Но вообще-то культ Богородицы, Царицы Небесной, Матери Божьей, это культ очень древний. И за тысячелетия еще до нашей эры был уже хорошо известен, до Рождества Христова. И вчера я упомянул даже Немрода, этого первого антихриста в истории человечества, который был сильным завероловом против Господа, настроенным против Бога, или пред Господом, как написано в синдальном переводе. И в еврейской энциклопедии пишется, что Немрод – это тот самый первый тиран, который замыслил отвлечь людей от Бога и, ну, по сути, вместо Бога поставить себя, свою жену, ребенка. Впоследствии, значит, был поставлен ребенок, их нефамуза, тамуза. Вот, поэтому Семирамида, Богородица, это Присна Дева, Богородица, там, как назвать, не знаю ее, Царица Небесная, вот, с сыном тамузы на руках, значит, она, значит, стала олицетворением вот этого культа безбожия вавилонского. Вот, и, кстати, в еврейском календаре, традиционном таком еврейском календаре, названия месяцев многих, они вавилонские, да, потому что в Библии очень мало названий таких именно старых библейских названий, в основном просто первый месяц, второй месяц, третий и пятый, дальше, вот, 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 вот сейчас, допустим, пятый месяц заканчивается, допустим, да, последние дни уже, пятого месяца, вот, но есть названия, которые еврейский народ принес еще с вавилонских времен тех вот, вот, и один из месяцев, уже прошедших, он назывался тамуз или фамуза, вот, это как раз имя того божества языческого, то есть, получается, это как вот напоминание, Израилю об отступничестве, напоминание, постоянное напоминание об отступничестве, напоминание о грехопадении и призыв, по сути, даже в самом названии, именно не грешить. С 17-го тануза до, значит, уже 9-го ава время даже называется в календаре еврейском, так вот, традиционно мы называем межтеснин, то есть, очень стесненно такое время, время покаяния, по сути, время, вот, анализа покаяния, да, верующих, слава Богу. Так что, друзья, вот, после вавилонского столпотворения народы разнесли, рассеявшись по лицу земли, разнесли этот культ, и отголоски этого культа вавилонского, Семирамиды с танузой, они, этого солнечного Бога, будем так говорить, да, божества, они известны по всему лицу земли, да, на самом деле, археологи находят массу, тысячи и тысячи таких свидетельств интересных. Вот, в Китае древнем, это Шингму, Святая Матерь, значит, да, ее почитали, как Богородицу, значит, да, Царицу Небесной, Матерью Бога, вот, вот, Дизы называли, это русские ее, значит, Виргопатитурой, в Скандинавии Дизы, а в Этруске Виргопатитурой называли, вот, значит, Изидой, значит, как еще там, там столько названий, всех не перечтешь даже, там десятки названий, Кибела, Матерь, Земля, Андрей, да, шалом вам, когда будете во Львове, в это воскресенье буду во Львове, до субботы задерживаюсь я здесь, в Киеве у нас, вот, а в воскресенье утром буду уже во Львове проповедовать, буду в собрании Баптистской Церкви у моих друзей, у пастора Михаила Грищенко, вот, это в улице Лемкевска, 3, в улице Лемкевска, Лемки, Лемкевска, 3, в 10.30, начало богослужения, добро пожаловать, Андрей, и всем там передайте, братьям, сестрам, вот, кто во Львове, приходите, это будет богослужение, я буду там проповедовать, а сразу после богослужения, там внизу кафешка у них, ну, это вот, как назвать это, кавиарный, там, там, всякие смоколоки, там, такие смочни, там, трапезная, вот, по-церковному называется трапезная, все спускаемся вниз в трапезную и продолжаем общение уже в форме, такой, как бы, семинар в этой трапезной будет в форме вопросов, ответов, в форме общения, поэтому добро пожаловать на служение Лемкевска, 3, в 10.30, город Львов, добро пожаловать, я уже на Ютубе, а, нет, на Ютубе нет еще, значит, я поместил объявление на Фейсбуке, на Фейсбуке, на своей основной странице и сделал ссылки на две дополнительные страницы об этом служении, поэтому, Андрей, брат, дорогой, все братья, со Львова, пожалуйста, смотрите за объявлениями на странице моей Фейсбук, архиепископ Сергей Жуалев, так и набирайте на Фейсбуке, архиепископ Сергей Жуалев, и вот там основная страница моя, где постоянная публикация, это там, где видеокартинка, не просто там, значит, фотографии моя, как на тех других, а именно там живая картинка, это еще Старшка я записал, там короткий такой, интересно получилось, такое, как бы, видео, такое, там несколько секунд всего лишь, но интересно получилось, мы приветствуем там всех, там, из Старшка, слава Богу. Да, друзья, да, Тверской земли, Тверская область, город Тожок, вот, добрым словом часто вспоминаю, там братьев, сестер тоже, вообще, по всему лицу земли, по всей земле есть святые, верные чада Божьи, любящие Господа, любящие Спасителя Иисуса Христа, вот, во всех народах, во всех племенах сегодня можно найти своих, встретить братьев, сестер, по нашей общей вере в Иисуса, как Спасителя нашего Господа, Аллилуйя, вот, и поэтому во Львов я приезжаю, да, кстати, во Львове воскресенье буду я вместе, даст Бог, вместе с нашим епископом Кифой, вместе с Кифой буду, да, так что, может, еще кто-то из братьев присоединится, посмотрим, кстати, надо Руслану Грицеву написать, наш епископ Павел, может, тоже приедет в Серднопольской области, вот, слава Богу. Хорошо, друзья, и вот по поводу культа Богородицы, очень важный момент, дамы и господа, очень важный момент, что, запомним это, что культ Богородицы известен задолго до нашей эры, задолго до Рождества Христова, и никакого отношения, абсолютно никакого отношения не имеет к Марии, к библейской Марии, матери нашего Господа Иисуса Христа, вот, и, значит, что еще скажу, что в христианстве этот культ изначально не был, конечно же, известен, ну, в церкви имею в виду, вот, если бы во временах, допустим, Иисуса Христа, или во времена первых апостолов, или там на протяжении первых трех столетий, допустим, истории церкви, вы бы, допустим, вопрос задали бы христианам, кто такая Царица Небесная, кто такая Матерь Божья, кто такая, там, Дева Пресвятая, там, значит, там, или Преснодева, то, конечно, вам бы дали бы десятки разных вариантов ответа, но, конечно же, христиане вам сказали бы того времени, периода времени, что это не наше, это не наше, это не христианство, это язычество, вот, поэтому, конечно, да, но, да, первых три столетия истории церкви этот культ не был известен в церкви. Лия Адонай пишет, да, добрый вечер, сегодня на работе, все друг друга поздравляли с праздником, и меня тоже, и я спрашиваю, с каким искренне? Ты что, верующий, и не знаешь, как объяснить коротко? Коротко, Успение, в народе называют Пречистое, первое Пречистое, значит, Успение, это день смерти Матери Иисуса Христа, так считается, ну, как бы, официальной православной церкви, так считается, это день установлен в честь памяти о смерти и о воскресении, соответственно, значит, Марии, Матери Иисуса Христа. Да, да, я не оговорился, воскресение, почему? Потому что считается, что в традиционном православии, да, считается каноническом, неканоническом, и в католичестве, в католичестве вообще это считается догматом даже, то есть это де-юре даже, значит, признано догматом веры. В православии де-юре нет такого догмата, но де-факто он есть, потому что это общепринятое мнение, это просто-напросто пишут даже в учебниках семинарских, что просто в православии никто это не оспаривал никогда, поэтому это не стало догматом де юре, но это фактически есть вера всего восточного православия, так же как и в западной церкви, но в западной церкви это стало догматом веры о смерти и воскресении Марии и вознесении Марии, Матери Иисуса Христа на небеса. Вот, и, значит, поэтому называют еще, значит, в церковной среде православной часто называют этот праздник сегодняшний называют, значит, причистой, называют, да, причистой, первая причистая, то есть это имеется в виду первые из праздников, череды праздников, посвященных Деве Марии. Значит, и еще называют в церковной среде этот праздник Богородичной Пасхой. Вот, перед тем принято, у традиционных православных принято поститься даже, Успенский пост, так называемый, две недели он продолжается до 28-го числа, до сегодняшнего числа. Вот, почему пост? Потому что, согласно легенде, мифу этому религиозному, измышлением человеческим, согласно этим, Мария, значит, к ней пришел ангел, короче, к ней пришел ангел, опять Гавриил, опять с таким приветствием, радуйся, благодатный, Господь с тобою, прочее, прочее. Вот, и он сказал, что он пришел по ее душу уже забрать ее, значит, на небеса. Вот, она попросила какую-то отсрочку, ей дали две недели на сборы, как бы, две недели на приготовления какие-то определенные. И, значит, вот поэтому две недели поста перед моментом смерти Марии, да. И вот, значит, и Гавриил сказал, если у тебя, Мария, просьба какая-то еще дополнительная, она, значит, попросила еще вдобавок, чтобы ангелы собрали всех апостолов, учеников Иисуса Христа, значит, к ней, чтобы она могла попрощаться с ними и, значит, там, благословить их, значит, как бы перед смертью и, значит, и уйти с миром. Вот, и ангелы доставили, Гавриил сказал, как бы, не проблем, все, ангелы доставили всех апостолов, значит, согласно этой сказке религиозной, религиозных аферистов, сказочников, вот, значит, якобы доставили всех апостолов, значит, к Марии, всех, кроме Фомы. Фома нет, Фома не согласился лететь, он, видимо, у него опять проблема была с верой, видимо, или транспортное средство его не удовлетворяло. Вот, одним словом, Фома прилетел, но потом уже, когда уже похоронили Марию, уже на третий день, уже после смерти, вот, значит, и Фома прилетел, ему говорят, ты что ж раньше, да вот так и так. И Фома пристал к ученикам, к остальным и говорит, откройте гроб мне, ничего не знаю, откройте гроб, хочу с мамой попрощаться. Ему говорят, ты в своем уме? Уже третий день, о чем ты говоришь? Ну, Фома, как банный лист пристал, и, короче, пришлось открывать гроб, никуда не денешься, Фома есть Фома, упертый, упрямый товарищ, значит, ну ладно, открыли гроб, и на тебе, он пустой? Как? Гроб был закрытый, и он пустой, а где же тело? И при том пелены лежат, и отдельно плац свитый, то есть, все как в сцене с Иисусом, чрезвычайно похоже. Интересно. Вот, и все ученики, якобы, согласно этой легенде, они пришли, значит, на эту такую явочную конспиративную квартиру свою, страх ради своего иудейского, где собрались, они решили хлебушек преломить, значит, пообсуждать, что же произошло все-таки с телом Марии вообще, где оно. И вот, и собравшись на этой конспиративной квартире, вдруг, значит, крышу сносит, как бы, то есть, исчезает потолок полностью, они видят небо, и к ним прямо туда, в собрание апостолов, сходит большая мама, Мария сходит туда, вот, и она говорит, что она воскресла, воистину она воскресла, и что якобы она теперь вознеслась на небеса и села одесную своего сына, то есть, иерархия усложнилась, и она говорит, идите во все народы, проповедуйте Евангелие, то есть, одним словом, все слова Иисуса Христа она вновь повторяет, уже, по сути, не христианство начало уже, а марианство, потому что Мария, она уже ближайшая к нам, значит, и она ходатайца, посредница, Иисус уже все, уже, он это, ну это Троица, Отец и Дух Святой, как бы, ему уже, как бы, не до нас, а вот Мария, она вот ходатайца между нами, и она как Матерь Церкви, она как вот, то есть, короче, из этого мифа, из этой легенды родилось столько дополнительных мифов, столько дополнительных всяких сказок, что, я вам, знаете, вечера нам не хватит, до полуночи могу рассказывать подобные сказки, к сожалению, в эти сказки верят миллионы, миллионы обманутых православных, католиков и даже частично протестантов, к сожалению, Матерь Божья, да, вот, вот так вот, вот, хотя, опять-таки, даже само название кощунственное, Матерь Божья, как она, как у Бога может быть Матерь, если у Бога есть Мама, то это уже не Бог уже, это уже так уже, не дай Бог что-то уже, вот, значит, вот, значит, она Матерь нашего Господа Иисуса Христа, Мария, если брать библейскую Марию, не ту мифическую, вымышленную Марию, значит, как Богородицу, Царицу Небесную, не, ни в коем разе, вот, вот, Богородицей Марии не могла быть, и Матерью Бога, соответственно, не могла быть, да, потому что она дала начало человечеству Христа, но не Божеству, а Божеству Иисуса от века сущее, вот, и, понимаете, вот, к сожалению, но культ до сих пор очень популярен и на Западе, и на Востоке, в католическом мире он стал де-юре догматом, а в православной традиции догмата такого нету, с одной стороны, но, с другой стороны, это и есть вера Божества, и здесь, в Киеве, допустим, многие храмы посвящены в честь Успения, да, Лавра Киев-Печерская посвящена в честь Успения Богородицы, Успенская Лавра, вот, значит, да, по-моему, так, значит, там многие храмы, монастыри посвящены этой тематике Успения, то есть, это праздник основан на мифах, на легендах, и, притом, ладно бы, есть легенды, конечно, такие, так-сяк, вот, ну, как бы, допустим, там, о смерти апостолов, там, мученических таких, о смерти апостолов, да, легенды о, то есть, неизвестные такие, ну, как бы, полусказочные такие рассказы, о первых верующих, ладно, как бы, ну, в основном это безобидно, то есть, это, в принципе, это, как бы, ничего особенно не меняет, да, но, вот, по поводу Марии, здесь уже опасность какая, что люди, вот, я был в их числе, начинают мыслить, что она, Мария, наша мама, как бы, для церкви, то же самое, что Матерь, она молится за нас, столько легенд, вы не поверите, друзья, значит, в католической традиции, православной традиции, столько легенд возникло, вот, и священники многие с кафедры говорят прихожанам, что если бы не Матерь Божья, если бы не она, то все, ничего не осталось бы, все, вот, и, понимаете ли, образ создается, священники лгут нагло, нагло, аферисты, в рясах, с крестами на груди, нагло лгут, утверждая, что якобы Бог жестокий, жестоковыйный, все, значит, вот, он суровый, он лишь того и гляди, вот, как бы, вот, как Зевс, громовержес какой-то, знаете ли, Перун какой-то, значит, хочет покарать того и гляди народы, а вот заступничество Матери Божьей, как бы, вот, смягчает его гнев, как бы, значит, от земли, что за ерунда вообще на постном масле, вот, это настолько искажает образ Бога, любящего, доброго, благого Отца, знаете ли, и есть, как я вчера цитировал уже, и сегодня еще раз процитирую, друзья, 1 Коринф, нет, 1 Тимофею 2,5, 1 Посланник Тимофея, апостола Павла, 2 глава, 5 и начало 6 даже стиха еще, написано, «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Для искупления всех. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо тебе, Господь. Братья, сестры, вы представляете теперь немного даже, да, что, какой фронт работы? Информационно требуется, на самом деле, просто просвещение миллионов, миллионов душ. Кстати, со Львова, да, вот, кто подключался у нас? Со Львова, значит, Андрей, да? Андрей, правильно. Значит, так вот, и кто с Украины сейчас, если вы в Киеве, или же, значит, во Львове, или вообще в Украине, и у вас есть возможность послужить, значит, на полтора месяца, или даже на два месяца, благоставить меня, значит, ноутбуком, рабочим, в хорошем состоянии, вот, или же вообще полностью благоставить, не на два месяца, а на все время уже, на полное время, значит, то тогда напишите мне обязательно. Я информацию размещаю тоже на Фейсбуке, вот, там Новопошта, здесь вот рядом со мной буквально, вот, рядом со мной, значит, отделение, 44-е отделение, это вот, Новопошта, Новопошта. Журавлев Сергей Юрьевич, высылаете, там, телефон указываете, все, пересылаете, все. Новопошта работает как часики просто. А вот нашего епископа Павла я получил как раз вот посылку, вот, спасибо им огромное, вот такие здесь вот сельские смоколоки, закрутки всякие, чесночок, есть цибулька, слава богу, вот, так что баночку меда тоже он прислал, молодец, слава богу, вот. Вот, это все хорошо, продукты питания хорошо, но нужна сейчас и техническая такая вот составляющая, потому что вот на этом ноутбуке, который вот есть, здесь вот цирковный, он еле-еле работает. И видео невозможно обрабатывать на нем абсолютно, значит, к сожалению, по техническим всем характеристикам сейчас. Вот, так что молитесь, молитесь, пожалуйста, во имя Иисуса Христа об этом, хорошо? Если вы в России, то можете уже в России послать, уже на Тулу уже посылать, но лучше здесь, конечно же, сейчас, потому что для работы нужно именно сейчас. Идея какая? Я вам сейчас расскажу. Молитесь о чем? Записать целый цикл таких вот историй христианства. Есть старые семинары мои, более новые семинары, но вот такого полного семинара еще и нету, к сожалению. Здесь, в колледже Якова, в Киеве, я проводил полный семинар по истории христианства, но не записывалось ни колледжем, эта тема, значит, к сожалению, и у меня не было камеры. Вот, так вот, сейчас есть замысел такой, записать полный курс по истории христианства, истории христианской церкви. Поэтому, значит, вот скажу, что молитесь, друзья, молитесь. Это очень важно. Лично мне очень сильно помогло. Да, вот Лия написала еще что-то, меня на работе побьют, если я так объясню. Ну, да, не, ну, не прям так объясняйте, конечно, помягче как-то найдите. Пусть Бог даст вам мудрости донести. Я сам не знаю порой, как объяснять людям, честно говорю. Не знаю, как объяснять. Я все время молюсь Богу, и Господь дает одним, вот даже так вот, в такой форме юмористической, гротескной, другим в более такой сдержанной форме. Вот, кому-то вообще даже это не надо миллион раз пока в начале, значит, об Иисусе Христе. Вообще обычно, чаще всего в беседах таких с людьми религиозными особенно, я всегда выруливаю к Иисусу Христу, к личности Христа, как Спасителя Господа. Мне начинают опять грузить обычно, особенно священники, вот Матерь Божья, вот Матерь Божья, Матерь Божья. Ой, опять 25, думаю. Я поэтому сразу слава Иисусу Христу, говорю, я все время к Иисусу, к Иисусу все время подвожу. Вот, и если человек, он примет Иисуса Христа, как своего личного Спасителя Господа, если он согласится с этим и примет Христа в свое сердце, искренно, скажу так, честно говоря, из практики, из опыта, скажу, что остальные вопросы, как семечки щелкаются, вообще, остальные темы, вот Бог, Дух Святой сам уже открывает ему тогда, вот, и даже если я рассказываю что-то, он не противится уже, а как по маслу идет уже, знаете ли, вот Дух Святой уже сам ему внутри говорит, да, да, это правда, а где не правда, он говорит, не, нет, то есть внутри уже помазание, которое учит уже человека, и каждый будет научен Богом. Одно из обетований Нового Завета как раз именно в этом заключается, что каждый уверующий, верующий, каждый уверовавший, каждый принявший Бога в свое сердце, Христа Иисуса в свое сердце, он уже будет учиться самим Богом. И внутри будет такая подсказка, такая, да, как кнопочка такая, лампочка такая, если что-то не то уже, то внутри будет осторожно, что-то не то, что-то не то, вот, значит, будь внимателен. Вот, а если правда звучит, да, с кафедры, допустим, или от собеседника, внутри будет подсказка, да, аминь, правда, правда, это так, так оно и есть. Вот это очень важный момент, каждый будет научен Богом, и сегодня это все уже на протяжении двух тысячелетий раскрывается. Основная беда, я вчера тоже об этом сказал немного, но потом, после уже завершения, я часовой вчера делал тоже такой вечерний эфир, вот, и после эфира уже, там, отвечал на вопросы и написал тоже одной сестре, что самая главная беда у нас в православии в целом какая? Это даже не культ Богородицы, это, конечно, беда огромная, там, и не многобожие как таковое, это тоже, это все большая проблема, но самая большая проблема даже не в этом, самая большая проблема в том, что нет вот этого возрождения свыше, спасения. Подавляющее большинство священников, 99,9% священников, всех священнослужителей православных, кого я знал, знаю и узнаю, люди, не возрожденные свыше, не знающие Бога вообще, вообще никак, ноль, ноль, ноль. Это настолько страшно, информационно, да, информационно могут много что рассказать, многие даже богословы, даже имеют степени богословские, но нет личного познания Бога, нет Христа в сердце. Вообще, если обычного священника спросить, как спастись, в чем путь спасения, то о чем угодно, про Фому, про Ерему, но не о спасениях. Что угодно будет говорить священнослужитель, чаще всего стандартный ответ, обычный ответ, который мне доводилось слышать сотни раз от священнослужителей разного уровня, ходи в храм, молись, верь, делай добрые дела, что угодно вообще. Но вот у большинства священнослужителей, подавляющее большинство священнослужителей, напрочь отсутствует вот это понимание, что Иисус Христос это мой личный Господь Спаситель. Вот это напрочь отсутствует. Что Библия имеет какое-то отношение к моей вере сегодня-сейчас. Это напрочь отсутствует, у подавляющего большинства священнослужителей. Вот, поэтому, знаете ли, это большая беда. И если вы спросите священника, вот традиционного православного священника, неважно какого патриархата, абсолютно неважно. Неважно какого там канонического православия или неканонического, там второканонического. Вот, ну, кроме нашей вот реформаторской православной церкви, мы возрождаем самая основа основ, возрождение свыше, спасение, как раз эта тема самая важная. Вот, в других православных церквях она напрочь отсутствует вообще. И если вы спросите обычного традиционного священника, вот, значит, спасен ли он сам. Вот спросите, вот, вы сами спасены, батюшка? Вот вы сами возрождены свыше или нет? Если сегодня ваш последний день и час, знаете ли, куда вы идете, в рай или ад? Большинство священников убеждено так, что нет, не возрожден. Даже если они не скажут этого своими устами, то это по умолчанию установка еще семинарской скамьи. Не возрожден, спасение, как до пекина пешком найти, значит, и вообще, как бы, оно не среднего ума дело. И если Богу будет угодно, он спасет. Если нет, то как бы, как бы ты там не дергался, ничего не спасешься и прочее. Вот это семинарские разговоры, это, помню, такие вещи страшные, это еще в 87-88 годы как раз разговариваю с семинаристами, кто тогда, я только, значит, первый, второй курс, значит, там класс семинарии, значит, а там уже были братья, которые уже заканчивали семинарию, и у них такие разговоры. Вот и вся сантериология. Вот, и все понимание спасения. Вот, потому что там, допустим, православное учение спасения учебник был, значит, еще архимандрита Сергия Строгородского, будущего патриарха, да, Сергия, вот, дореволюционный учебник еще. Вот, и к нему шла такая распечатка. Ну, раньше не было принтеров у нас, значит, просто ребята, которые половчее были, могли печатать на машинке, печат на машинке были у нас, ну, была в семинаре, по крайней мере, вот, при мне печатали ребята. Вот, и копирку ставили, и сразу несколько листов заправляли под копирку, вот, делали, значит, сразу, ну, таким образом распространяли информацию. Вот, и вот эти, значит, копии, они были тоже, и у меня тоже были, каждому раздавались такие вот подборки. Из жития святых, святых отцов в церкви, известные имена такие, на слуху, которые святые, праведные, там, значит, которым молились мы тогда. Вот, и это были, была подборка последних минут, часов и минут их жизни. То есть, с чем они умирали. И все как на подбор. Я не спасен, грешник я великий, и нет мне спасения, нет мне прощения, и прочее, прочее, прочее. Все как на подбор вообще. Ой-ой-ой. Не, ну, там, конечно, шли комментарии, что якобы толкование, как бы, да, что якобы эти великие многие отцы, они, как бы, знали, что спасены, как бы, но вот и комедию такую ломали, понимаете ли, так я проще говорю. Чтобы, значит, преподать урок смирения, как бы, своим ученикам, по другой версии еще и, как бы, и запудрить мозги, как бы, бесам. Чтобы бесы были дезориентированы, как бы, в их бесовской среде. Вот, чтобы он не спасен и грешник, а на самом деле он это говорил с фигой в кармане или как-то еще пальцев скрестя. То есть, он как бы верил, что на небеса пойдет. Знаете ли, это похоже на то, ну, как бы, ладно, там это в разных религиях, одним словом, и в исламе, и в буддизме, там, в разных религиях есть нечто подобное. Вот, любая религия, в принципе, схожа очень. Олег пишет, да, здесь добрый вечер, Сергей, слава Господу, Аллилуйя, слава Господу Богу Всебогущему. Братья, сестры, благоставляю всех вас, поэтому молитесь, друзья. А культ Богородицы и святых умерших, как бы, дополнительных посредников к Богу, помимо единственного и неповторимого посредника, первосвященника, ходатай Нового Завета Иисуса Христа, это, конечно, инородное тело, это инородное явление, это не христианство, по сути, это то, что было привнесено в христианство еще вот в раннее Средневековье. Но впервые разговоры, если исторически брать, то впервые разговоры о дополнительных посредниках, ходатаях еще в конце четвертого столетия уже звучали, уже звучали. Хотя они не были церковными, эти разговоры, а так около церковной разговоры. То есть первых 300 лет, когда церковь была гонима при римских императорах, чаще всего, раннее христианство, римский период, так называемый, первых 300 лет. Гонимаева христианства, то, значит, ничего не знали христиане помимо Иисуса Христа, единственного ходатая. Олег тоже пишет еще раз, а еще какой-то Матронушке святой поклоняются и молятся. Да, сейчас, это, знаете ли, лиха беда начала. Вот, как бы, культ Богородицы и первых апостолов, потом других мучеников, преподобных. И этот, как снежный ком, растет, растет, растет. Сейчас всякие Матронушки, Иванушки, Петрушки. Короче, кого только нету вообще. Сейчас уже тысячи, десятки тысяч святых. В моем храме, где я был настоятелем, в 96-м году, когда я вышел уже из традиционного православия, вот, до того, до момента моего выхода, там висела такая стенгазета, и написано было, какому святому в какой нужде молиться. Там десятки нужд перечислялись и сотни буквально имен, вот, которым можно было обращаться, молиться, ходатайствовать, значит, свечки ставить. Я помню, когда в Украину приехал, в Киев, да, приехал первый раз, вот, то пришел в собор Владимирский тоже. Я такую же стенгазету увидел на входе, кстати, последний раз заходил, там не было уже такого, а раньше, видимо, это было актуально, как раз вот. Вот, значит, меньше было народа все-таки просвещенного религиозно, я так понимаю, наверное, поэтому вывешивали такие вещи. И вот, там, значит, как стенгазета, там десятки разных нужд перечисляются, и самое интересное, сотни святых перечисляются, кому молиться, там, в семейной нужде, допустим, проблемы с браком, да, значит, Гури, Самона, Авиву, значит, там, другим, там, умершим святым, да, вот, болезни глаз, Казанская Богородица, значит, там, ну, не знаю, что сейчас, что-то пропадает, недостача на работе, там, значит, Ивану-Войну, там, кому-то еще, значит, Короче, значит, столько разных вариантов ответа, я не поленился, зачитал весь список, ну, так, бегло уже, потому что я многие вещи знаю, знал уже к тому времени очень хорошо, профессионально, и, знаете, не нашел там самого главного, самого великого имени, Иисуса Христа, Иисуса Христа, вот печалька, конечно. Да, Александр пишет, да, здравствуйте, Сергей, я отвечаю так, я верю в свое спасение и надеюсь, что Бог помилует меня и даст войти в рай, потому что Он решает, кому куда. Вот, и Олег пишет, это сатанизм какой-то, да, то, что я рассказываю, это ужасно, конечно, вот, Александр, то, что вы пишете, кстати, я понял вас, да, разные люди смотрят, конечно, мои семинары, поэтому, Александр, примите спасение, примите спасение прямо сейчас. Вот это вот, Он решает, кому куда, это все очень такие, знаете ли, гнилые разговоры все на самом деле, это околохристианские разговоры и, по сути, даже это не христианские разговоры, потому что они с библейским, евангельским христианством общего ничего не имеют, потому что человек, который не знает Слова Божьего, да, он так мыслит, что Бог, он сам решит, куда, куда, кого там, будет суд такой, мол, туда-сюда, значит, но на самом деле все это ерунда. На самом деле уже суд уже произнесен, на самом деле уже решение Божье уже провозглашено, жизнь и жизнь с избытком, дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Он сказал, что многие в тот день скажут мне, да, друзья, значит, и Александр, и все прочие, надо уже обратиться нам к самой системе толкования. Когда это сказал Иисус? Кому это сказал? И когда Он это сказал? Вот, то, что Он сказал до того, как совершилось наше спасение, это как бы одно. Но многие, допустим, даже считают, что молитва Отче наш, это как бы пример новозаветной молитвы, на самом деле это пример ветхозаветной молитвы, потому что не зависит наше прощение от того, как мы прощаем вообще, на самом-то деле-то. Уже в новозаветном формате я имею в виду, это ветхозаветный формат. В новозаветном формате я прощаю, потому что я прощен. Не потому, что я прощаю, чтобы меня простили, а я прощаю, потому что я сам прощен уже, я принял прощение. Поэтому, Александр, примите Иисуса Христа как своего личного спасителя. И верующий во Христа не судится, но перешел от смерти в жизнь. Уже сейчас, уже сейчас перешел от смерти в жизнь, все. Все. Это однозначно. Спасение через покаяние можно получить здесь и сейчас. Покаяние, метанойя, перемены мышления, изменение сознания. Да, это правда на самом деле. В этот миг до того, как закончится трансляция даже. Конечно, прямо сейчас, в это мгновение, вот последнюю минуту трансляции, все, прямо сейчас скажите, Иисус Христос, Ты мой Спаситель, Ты лично мой Господь. Господь, я люблю Тебя. Живи во мне. Царствуй во мне. Я принимаю Христа верою в свое сердце. Прямо сейчас. Это очень важно. Кстати, очень важный момент. Наверное, на семинарах, на всех семинарах даже надо об этом говорить, потому что очень разные учения и в протестантизме порой такие неевангельские учения. Хотя, многие называются евангельскими христианами, баптистами, писятниками, харизматами, адвентистами. Но, как правило, большинство церквей таких протестантских, они именно евангельского учения не имеют, как правило. Имеют пережитки ветхозаветного такого учения, совершенно ничего общего не имеющее с евангельским, именно библейским самим спасением. И потерять тоже можно здесь и сейчас. Как вы можете потерять то, что у вас нету? А если есть, то спасение. Если это от вас спасение, то вы можете потерять, конечно. Если это ваше заслуга, ваше достижение, то, безусловно, если вы это заработали, вы это можете потерять. Но если это не ваша заслуга, а если это действительно дело Божье, это сам Христос, то вы как ни старайтесь, вы не можете это потерять просто-напросто. Да, если рожден, то рожден. Да, если рожден, то рожден. Не может быть так вот, как мне звонила теща. Мы еще были молодыми мужем и женой. И звонила теща и спрашивала о дочери своей, о моей жене. Мы в Рязани жили. Я там служил в храме. Третьим священником был в штате собора Бориса Глебского. Служил там иереем. Вот, 91-й год еще. Вот, значит, и она меня спрашивает, что, ну, зовет, ну, Инну зовет, значит, к телефону. А я говорю, не могу позвать. Она, говорю, немножко беременна. Теща спрашивает, как это немножко? Она или беременна, или не беременна. Не может быть, немножко беременна. Ну, как бы, я говорю, ну, наверное, ну, да, беременна вообще-то, беременна. Только еще малый срок еще, как бы, совсем. Но там сильный токсикоз был у нее, очень сильный был токсикоз. Вот, значит, и вот, говорю, вот немножко беременна. Поэтому спасение, так как вот, действительно, немножко, но уже беременна, уже, слава Богу. Это новая жизнь, это во Христе Иисусе. Божье спасение, рождение свыше нельзя потерять. Аминь, аминь, аминь. Пусть Господь благословит вас, братья и сестры. Вообще, культ Богородицы и всякие ереси, их много, ересей. Самое основное, что нужно понимать, что любая ересь, она пытается отвлечь человека от Искупителя, от Господа Иисуса Христа. Поэтому любое учение, даже если оно очень красивое, но оно увлекает вас в сторону от Иисуса, держите ухо востро. Ну и, в принципе, помазание внутри вас, оно уже учит вас уже, что здесь что-то не так. Тревожная кнопка уже начнет гореть. Как, знаете, на автомобиле едешь, и вот уже кнопка горит уже. Ага, значит, что-то не так. Надо масло менять уже. Пришла пора уже, да, допустим. Или что-то еще там, допустим. Вот. Лия Данай пишет, да, я читала детям учебную книжку. Там о Николае написано, что по воде ходил. Да, молитва наша важна. Сегодня Слово Божье каждый день беременно, но нужно родить. Аминь, 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 да. Это не рассосется, да, рожать будет жизнь. Вот, по поводу Николая, да, чудеса, да, там, значит, совершал человек, допустим. Хотя образ Николая Угодник, это образ собирательный, но за основу были взяты реальные Николая, и там несколько рассказов о разных епископах соединили в одно, и получился такой один такой собирательный, такой общий образ такой получился неплохой. Вот, но, знаете ли, другие святые, тоже некоторые собирательные образы, некоторые именно реальные исторические персонажи, но это не повод молиться им, не повод, значит, считать их посредниками, ходатами. Есть, да, чудотворцы сегодня, будем так говорить, да, чудеса Бог творит, но чудотворец с большой буквы, это сам Господь Бог всемогущий. Иисус сказал, что без Меня не можете делать ничего. Без Николая можно обойтись, да, без Иисуса Христа никак не обойдешься, абсолютно. Тогда я не пойму, зачем сказано, что претерпевшие до конца спасутся. Но, опять-таки, нужно в контексте смотреть, к чему это было сказано. Говорится ли это о спасении вечном, или о каком другом спасении. И вообще, значит, очень важно многие места из Писания смотреть, во-первых, в оригинальном тексте, потому что немного по-другому звучит оригинальный текст. Синодальный перевод часто, как семинаристы говорили еще тогда, в 87-88 годах в Загорске, нынешним Сергием Посаде, говорили, просмеивая так, сильно дальний перевод, сильно дальний перевод, синодальный. Вот, то же самое в Ленинграде я слышал чуть позже, уже конец 88-го, начало 89-го года, в Ленинградской духовной семинаре, то же самое я слышал, но уже из уст преподавателей, уже не просто семинаристов, а уже учителя. Да, значит, потом был архимандритом он уже, иануарий, уже покойный, уже ушел в вечности, уже, вот, очень был хороший знаток греческого текста Нового Завета, вот, значит, и он тоже самое так вот порой говорил, сильно дальний перевод. Вот, поэтому сейчас очень важно даже скачивать на гаджеты, на телефоны свои, на компьютеры, скачивать именно, вот, оригинальный текст, с номерами Стронга, самый лучший всего. Это очень хорошо даже. Очень много ересей вокруг, если в человеке нет Бога, то ему сложно понять, где истина и ложь. Это совершенно верно, правда. Нет оснований, основания прочного, чтобы отличить. Широкий путь, ведущий по гибели, узкий, сложно отыскать. Да, если не примешь Христа, то, значит, все вот так видится, на самом деле, стакан все время наполовину будет пустой. Вот, это правда. Лия пишет, можно потерять спасение, что в Слове Божьем написано. Да, интересно как раз именно, вот, как читаем именно в Слове Божьем, что верующий во Христа не судится, но перешел от смерти в жизнь, прямо сейчас, прямо сейчас. Вот, и я знаю, что я живу уже в раю, уже прямо сейчас, живя еще в теле, здесь, на этой земле, но уже живу в раю. Вот, и, кстати, ну да, ладно. Много очень примеров спасения не потеряешь, но получишь от сатаны по полной. Это сатана получит от вас по полной, если вы примете Иисуса Христа, как спасителя своего, Господа своего. Вот, вот, поэтому, потому что, ой, враг повержен. Знаете ли, враг повержен, уже повержен, прямо сейчас. Да, еще 2000 лет назад совершилось это низвержение, да, это повержение совершилось уже, на самом деле. Вот, поэтому враг повержен, враг разгромлен, и, что еще сказать, смертельная рана нанесена. Вот, так что, вот, и, а нам, верующим, в наше сердце живет Христос Иисус, вот, дано время наступать, и сила наступать на змеи, скорпионов, и всю силу вражью. Если будешь грешить, рожденность выше не грешит. Зачем? Оно мне не надо совершенно. Вот, значит, то есть это не моя природа совершенно. Все, я не живу этим грехом, мне он не нужен совершенно, потому что живу Христом. Там, где Христос, там нет греха. Все, там чистота, там святость, там праведность, оправдание. Во Христе Иисусе Господе нашем. Вот, кстати, интересно, получился семинар о Богородице, а вопрос пошел о спасении. Интересно. Вот, но, в принципе, это очень важно, наверное. Да, значит, Олег пишет тоже, что Сатана знает, что проиграл, ему остается только как можно больше людей погубить. Ну, да, в принципе, вот такое, да, можно объяснение иметь. Да, пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья, во имя Господне. Вот, Нинель тоже благоставляет всех нас во имя Иисуса Христа. Благоставляю, возлюбленные друзья. В шесть утра, по утрам подключайтесь к утренним трансляциям с утренних молитв. Во имя Господне благоставляю вас всех. И особенно молю, конечно, сегодня молюсь за тех христиан, что одурманены религиозной ложной пропагандой. Если протестантам порой трудно разобраться, то православным и католикам еще сложнее, намного сложнее. Намного-много. Потому что нет чего отталкиваться, вот, и нет понимания Иисуса как спасителя личного, Господа личного. Вот, и если у протестантов порой такой бардак, знаете ли, значит, то в православии вообще темный лес. Пока еще темный лес. Целина непаханная. Вот, и по-человечески невозможна реформация, но то, что невозможно человеком, возможно Богу. Богу уже все возможно. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Молю тебя, Господь, сегодня, тем вечером, в этот вечерний час, молю, Господь Боже, за всех православных христиан, и за католических даже христиан, за многих протестантских христиан, Боже, за всех, кто действительно сегодня нуждается в освобождении от культа Богородицы и вообще от всякого многобожия во имя Иисуса Христа. Кого ты освободишь, Сын Божий Иисус Христос, тот будет по-настоящему свободным человеком, потому что у тебя настоящая свобода. Слава тебе, Господь, слава тебе, слава тебе, святой, праведный Бог наш. Аллилуйя. Благослови, Господь, народ своим миром, благослови, Господь, слава тебе. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светом лицом своим и помилуй тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. И ни в ком другом не спасение, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу. Всех приветствую из города Киева. Во имя Господне. Завтра с обеда и до вечера я буду на Вереснево. Значит, это район, как называется, где парк партизанской славы, там вот Дарница, вокзал Дарница. Вот, значит, там в Каплыце буду, значит, будем общаться, молиться, поэтому, если что, пишите, приезжайте, буду очень рад. Вот, на Фейсбуке, на своей основной странице, я постараюсь сейчас информацию-то выставить и продублировать на дополнительной странице тоже. Вот, для контакта. Слава Богу. Ну и под каждым видео есть полная информация, там Вайбер, Ватсап, значит, там украинские номера, российские номера, поэтому пишите. Все, пусть Бог благоставит вас всех. До встречи. С Богом. Дякую Богу. Аминь. Аминь, аминь. Дякую. Дякую.